Привет! В первой серии мы выяснили, что DSD — это гениальный, но особенный формат. А сегодня мы раскроем его главный секрет, который заставит вас по-новому взглянуть на вечный спор DSD против PCM. Да, и чтобы не пропустить ни одной детали, обязательно досмотрите до конца. А пока, чтобы потом не забыть, поставьте лайк и подпишитесь. А теперь поехали! Итак, мы остановились на том, что во избежание срыва модулятора инженеры вынуждены занижать уровень DSD-записей на 6 дБ. Это компромисс, который кратет у нас динамический диапазон, а также ухудшает соотношение сигнал-шум для тихих музыкальных фрагментов. И ты упомянула, что есть программные решения этой проблемы. Верно. Это и есть достижение инженерной мысли. Например, разработчик AUI-конвертер Юрий Корзунов посвятил больше 15 лет созданию собственных алгоритмов. Его технология Alpha-S имеет встроенные механизмы защиты, которые позволяют модулятору хорошо выдерживать высокие уровни сигнала. В итоге максимальный уровень можно установить не на минус 6 дБ, а всего на минус 0,4 дБ. Что это дает на практике? Это позволяет использовать динамический диапазон ЦАПа намного эффективнее, с меньшим риском срыва. Более того, в программе можно гибко управлять этим уровнем и ослаблять, и даже усиливать сигнал, хотя последнее нужно делать с осторожностью. Но главное, есть инструмент, который реально помогает решить эту фундаментальную проблему. То есть сорвать стабильность AUI-конвертер невозможно? Ну, почему? Если очень постараться, то можно. Но, повторюсь, нужно специально и очень серьезно постараться. А рост частоты дискретизации DSD-128, 256 и выше влияет на стабильность модулятора? Совершенно верно. С ростом частоты дискретизации DSD-128, 256 и выше, простанство для выталкивания шума становится больше. Фильтр в цепи обратной связи DSD-модулятора можно сделать более пологим, и стабильность вырастет. На спектре сигнала DSD это выглядит как более пологий рост шумового горба в ультразвуковой области. При воспроизведении DSD шумовой горб разной крутизны как-то влияет на стабильность ЦАП? Нет. О стабильности ЦАП можем не беспокоиться при любой форме noise-шейпинга. Так вот, при более узкой общей полосе частот DSD есть сложности обеспечения баланса между стабильностью и уровнем шума в слышимом человеку диапазоне частот. Поэтому DSD-64 и считается самым сложным форматом, из-за самой узкой общей полосы. Более высокие частоты дают инженерам больше свободы. Не гарантируют, но позволяют добиться лучших результатов. Как говорит Юрий Корзунов, абсэмплинг DSD-64 до DSD-128 или, положим, DSD-512 в таком качественном конвертере, как AUI-конвертер, может пересобрать сигнал с noise-шейпингом от Audio File Inventory. Это, возможно, улучшит звучание аудиофайла на вашем ЦАП. Предположительно, из-за перераспределения технологического шума DSD. Хорошо, с проблемой стабильности разобрались. Но ты обещала какой-то еще более важный секрет. Я заинтригован. А теперь главный удар под дых всем адептам чистого DSD. Что делают в студии, когда нужно не просто записать звук, а отредактировать его? Подправить громкость, применить эквалайзер, добавить реверберацию. Ну, редактируют? Это же цифровой файл. А вот и нет. В этом и заключается парадокс. Производить сколь-нибудь серьезную математическую обработку над 1-битным потоком DSD невозможно. Подожди, я не понимаю. Как же тогда делают мастеринг DSD-альбомов? А вот как. Запомните этот момент. Чтобы сделать с DSD хоть что-то, подрезать тишину, изменить громкость, да просто чихнуть в его сторону, студии делают немыслимое. Они конвертируют его в обычный PCM. Да, вы не ослышались. Весь этот чистый 1-битный поток для любой правки превращают в его злейшего врага. Врага, конечно же, в кавычках. Обычно это PCM в научном определении, имеющий сверхвысокого разрешения. Его красиво назвали DXD. Digital Extreme Definition. Как правило, имеет разрешение 24 или 32 бита, 352,8 кГц. Это такой аудиоформат от Philips и Merging Technologies. Поэтому некоторые и считают, что любая попытка изменить DSD разрушает что-то там в нем. Да, но заранее скажу, что такое мнение, мягко говоря, не совсем обоснованное. То есть, чтобы отредактировать идеальный DSD, его превращают в его же конкуренты PCM, делают всю работу там, а потом конвертируют обратно в DSD. Это же двойное преобразование. Именно. Вся чистота, в кавычках, вся прямая связь с аналогом, опять же, в кавычках, о которой так много говорят, в этот момент испаряется. DSD-записи, прошедшие студийную обработку, на самом деле являются результатом такой вот круговой поруки. И это главная причина, почему споры DSD vs PCM часто бессмысленны. Они два брата. Они враги. Но ты сказала, что деструктивность редактирования как минимум преувеличена. Именно так. Тема редактирования DSD достойна отдельного ролика. Здесь мы только кратко упомянем, что весь путь DSD-записи от микрофона через студию до динамика в твоей комнате усеян различными обработками. Для редактирования конвертированного в DXD-сигнала используются эффекты, которые сами по себе вносят искажения. И не факт, что они меньше, чем искажения при конвертации в DXD, в скобках PCM, и обратно. И не забудем фильтры в аппаратуре, работающие в реальном времени. Если вы видите в магазине несколько разрешений DSD, они записывались в несколько дублей, это действительно разные записи. Или они сделаны параллельно на разные аудиоинтерфейсы. Кто нам ответит? Просто для конвертации DSD в PCM и обратно нужно использовать программы с минимальными искажениями. И потери здесь не больше, чем при качественном ресемплинге. Для качественных инструментов эти потери ничтожны, и о них можно не беспокоиться. Также следует иметь в виду, что запись в DXD-формате может содержать технологический шум DSD и из-за интермодуляции этот шум может стать слышным. ЦАП для таких записей должен иметь дополнительную фильтрацию. Можно от этого шума избавиться, если переконвертировать файл с таким содержимым с помощью программы конвертера аудиофайлов AUI-конвертер в одном из оптимизированных режимов ресемплинга, обычном или G5. Последний медленнее, но рекомендован для студийной работы. Посмотрите ролик, как это делается и как звучит по ссылке в описании к этому видео. Это, конечно, меняет все. Тогда в чем вообще смысл DSD, если для работы с ним все равно нужен PCM? Смысл есть, но он тоньше. DSD – это великолепный формат для финального хранения и доставки музыки до слушателя. Но сам творческий процесс сведения, мастеринг в мире цифровых технологий неразрывно связан с возможностями PCM. Иногда, конечно, делают и распространяют DSD-записи безо всякой обработки, а также и традиционные PCM. Есть такие предложения на рынке. Значит, итоговое качество зависит не от шильдика DSD на файле, а от того, как они были записаны и как были сделаны все эти преобразования. Именно так. Качество DSD-модулятора, качество конвертации в DXD или PCM, если придираться, и обратно, качество исходной записи – вот что решает. Если конвертация из PCM в DSD, например, из вашего флэг-архива, выполнена на компьютере с использованием профессиональных алгоритмов, как в том же АОИ-конвертер, результат будет отличный с ничтожными потерями, о которых можно просто забыть. Зато вы раскроете возможности своего ЦАПа. А что насчет аппаратной обработки на железе? Некоторые считают, что аппаратная обработка обладает некой... магией, которая делает ее лучше программной. То спешу вас разочаровать, друзья. У компьютера просто больше ресурсов для сложных и точных вычислений и самых навороченных алгоритмов, чем в музыкальных устройствах, которые рассчитаны скорее на компактные, порой мобильные, специализированные решения. Если вернуться к АОИ-конвертер, а внутри него тоже идет преобразование в PCM? АОИ-конвертер перед редактированием, изменением уровня, ресэмплингом и прочим, АОИ-конвертер преобразует DSD в мультибитное представление. Оно такое, что можно восстановить без потерь исходный DSD-сигнал из этого внутреннего мультибитного сигнала. До любых обработок, конечно. Пользователь имеет выбор, какую полосу исходного сигнала он хочет сохранить, до примерно 100 кГц. Выбор происходит за счет переключения фильтров ресэмплинга. Но мы рекомендуем оптимизированный или оптимизированный G5. После обработок АОИ-конвертер пересобирает DSD-сигнал с собственным нойз-шейпингом. Но, конечно, то, как был сделан исходный файл, тоже влияет на результат, особенно в неоптимизированных режимах ресэмплинга. Итак, главный вывод. Не гонитесь за форматом. Только качество конкретной записи и оборудования делают звук звуком с большой буквы. И DSD, и PCM могут звучать божественно, если с ними работали профессионалы. Абсолютно. Поэтому слушайте своими ушами и экспериментируйте. Возьмите ваш любимый трек, конвертируйте его из DSD в PCM или наоборот, поменяйте его разрешение, сравните звук с оригиналом. Для этого скачайте бесплатную версию нашего АОИ-конвертер по ссылке в описании, чтобы провести этот эксперимент. Качество обработок в ней не ограничено, и вы сможете оценить разницу сами. А если вам понравится, вы можете приобрести полную версию и не только получить доступ к нашим уникальным студийным технологиям, но и поддержать наш независимый проект. Ставьте лайки, задавайте вопросы, делитесь своими мыслями и опытом в комментариях. Они помогают нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал. И если было интересно, поделитесь ссылкой на это видео с друзьями. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречным!